сегодня у нас 15 сентября 2018 года время у нас 39 минут доходит 12 встречаем нас брата сергея игнатов с украины с братом виталия тоже тут поиск раз подходит давай смотрим где он выйдет где он выйдет вот я не спрашивал вот какой-то цикл не видать он там вроде да вот подходи брат стоит такой подойду ему сумки на взять сумки принять вышел на груда чтобы у нас да нормально если будет миром как эта шапка интересная морская морского волка на самом деле морского ягнёвка ну так вот прибыл ну как как это получилось у игоря-то побоя была великолепна встреча у игоря господь так упрал что без дела не сидел занялся уборка картошкой потом яблоки дали богослужения апостольская и здесь у вас понял слава на еще дальше будет каждый день эффективный эффектным и плодотворным да да это бог аминь а вон этот на платформу как дорогой не дремал еще беседы не было никакой ни с кем нету вы выдох может это похоже что публика была к этому не расположена сергий может давать давайте разгрузим и тут нормально нормально все все пойдемте на платформу как право будет барону называть карасу как раз Расписание Ежедневно он уходит Как Карасук в Барнову, так и Барнову-Карасук Вот утром, вот смотри 4.30 сюда приходит Да, 4.32 Это он куда, на Барнову? На Барнову, ежедневно идет тоже И я планирую Ежедневно 27-го числа Там быть Значит, 27-го В этом я буду, 7-6 утра А 28-го В 0 часов Или в 1 час ночи, идет поезд Биск-Томск Я на нем буду ехать до Новосибирска Оттуда пересадка на Челябинск Вот такой расклад А с Челябинска уже? А с Челябинска уже на Магнитогорск А с Магнитогорска на самолет и в Ростов Ой-ой-ой, какой длинный А здесь на самолете сюда прилетел? Нет, я прилетел До Магнитогорска на самолете Оплаченному проезду Мой старший сын Рустик Для Бога мне здоровья Он знает Мою любовь К нашему наставнику во Христе И сделал все, чтобы дорога была Такая гладкая Ну что, пойдемте Вон сразу можно на дорогу перейти Дальше этого не было Да-да-да, дуло Кто-то видимо Пойдем, брат Нет-нет, не туда Он туда на дорогу переходим Возьму сейчас Очень просто добираться То есть выходишь Переходишь сюда на дорогу Идешь прямо Там будет эта будка Вот такая же будка будет Примерно Это на той стороне, да? Да-да, в той стороне Потому что тут я не видел ее раньше Да-да, это новая сделана В том году сделали Как дома вообще Братья там поживалось? Жил С надеждой Что приду потерянку Как в какой-то трудовой санатории С духовной такой вот подготовкой Усиленной Я когда смотрел все ролики С участием Воем Сергея Пупкова Особенно с Виталией Хотя на них продолжал воспитываться На них воспитываются Тысяча зрителей И как правильно реагировать на Замечения, да? Окричения, да Что там происходило? Что-то мы слышали Что-то в храме у тебя Произошли какие-то гонения Или что там? Как, Геннадий Тихонович В присутствии Сергея Пупкова В твоем присутствии я сказал Что у Игната Сергея Начинаются гонения А я смотрю эту передачу И думаю Вроде как никаких гонений нету Все тихо, спокойно Вот И буквально начали Есть несколько дней Наш священник Увидев на Ютубе Мои, так сказать Ролики Ролики, да В том числе и Съемка нашего богослужения Как поведение наших прихожан в храме С момента В Пене Отче Наш До причастия Ну, оно такое, как Ну, как и во всех храмах В большинстве случаев Когда люди расслабляются И наше богослужение Превращается в такой мини-базар Когда на Клиросе читается Везде полголоса Житей Святых Который никто не слушает Если хочешь послушать Ты должен стать буквально В одном шаге Клироса Люди начинают ходьбу по храму Разговаривать Детки бегают И эти моменты как бы заснял Чтобы не быть голословным Ну и сравниваю это С другими богослужениями Которых принимал участие Где Ну, такого беспорядка нет В том числе В селе, допустим Елизаветовка В 20 минутах езды От нашего города Углидара Там Люди стоят Чинно, благородно Там, правда, не считается Читей Святых И людей очень мало Но ходьбы по храму нет Никто не выходит Никто не заходит Не как в супермаркете Поэтому С моими комментариями Когда вышел этот видеоролик Вот То я его прислал Священнику Виталию Есть у нас Молодой священник Он, естественно, показал Оттуда Николаю Вот И на время проповеди Отец Николай Никогда ко мне так не обращался А тут всегда Сергей Егорович Оттуда обратился так Сережа Игнатов Здесь Ну, как будто Маленький мальчик Я говорю Здесь отец Николай И вот Он говорит Я не благословляю Тебе Производить Снимки Снимки Съемку Богослужения В храме Вот Ну, там и другой говорил А когда к ним подошел Я спросил А почему Какая причина Ведь Поведение Я никого не смущал Эта съемка У меня просто он был Этот телефон В руках И рукой крест-накрест Поэтому Никто его и не видел Эти съемки Не крутился Никому не мешал По храму не ходил Он ответил Просто Не благословляю И все Ну Причина По которой Не благословил Она одна Ну Показывать нечего Вот Это вроде как Это классический ответ У них Не благословляю И все Да Не благословляю Не мое обвинение Ну и заявил Что Во время Возгласа Оголощенный Зайдите Ты должен покидать Литургию верных Потому что На тебя наложена Эпитимия Как он говорит За повторное крещение Ну Никакого повторного Крещения не было А было До Примерно В начале июня Богослужение На котором Священник Заявил Что крестить Можно Даже Песком Я об этом Узнаю От нашего Прихожанина По фамилии Елич Алексей Который Принимал Крещение Не в нашем Храме А у Сегумена Уегумена Одного Который В Маринке Служит Это город Такой у нас Есть Село Георгиевка Полным погружением На Пятидесятницу И вот Он Стал Объектом Тоже Критики Со стороны Отца Николая Что ты Мол Сектант Раз ты Говоришь Что Крещение Мочением Головы Является Неистинным А он Подобрал Подборку В интернете Что Говорят Святые Отцы По Практике Крещения И Нашел Такие Цитаты Которые В пухе Праг Разносят Искажения Пятидесятого Апостольского Правила Которые Сплошь И Рядом Допускают Наши Священники Нашей Родной Русской Православной Церкви Московской Патриархии Речь Идет О О том Что Люди Перед Крещением Если Это Взрослые Курс Катехизации Не Проходят Это Повсеместно И В Украине И В России Я Был Магнитогорский И Закодил Два Храма И Спрашиваю Можно ли Крестить Мне Своего Внука Полным Погружением И Священник Говорит А Чего Полным Погружением Мочением Обливанием Потому Что Я могу Говорить Ребенка Ваше Утопить Но Такой Довод Против Крещения Полным Погружением Взрослого Пожалуйста Ребенка Могу Утопить А Самоподготовка Самокатехизация Крещения Занимает По Объявлению Где-то Один Час Что Необходимо Чтобы Крещаемый Пришел За час До Крещения Прослушал Курс Лекцию О том Быть Подготовлен К этому Крещению И В тот же О чем Говорил Наш Духовный Наставник И Советник Игнатий Тиган Шлапкин Об этих Искажениях Святых Правил Которые Даны Нам Святыми Отцами Принятыми На Сыренских И Поместных Соборах Святых Отцов Для Как Вехи На пути Спасения Нашей Жизни Наших Душ И вот Получается Что Люди Не идут По этим Вехам Наши Православные Прихожане А Блукают Вслед за Вождями Которые Нас Ведут И ведь Одна Прихожанка Говорит Сергей Егорович Ты мне Пожалуйста Видеоролик Ихи Больше Не присылай Что Мне Непонятно Я Спрошу У священника Так Вот Я Сколько Не пытался Спрашивать У нашего Священника По тем Или Вопросам Получал Такой Ответ Однажды Было У нас Ну Каждый Раз Богослужение Идет на Церковно-славянском Языке Читается Апостол Ну Понятное Дело Что Полностью Мы не Можем Понять Этот Язык Потому Что Он Церковно-славянский Не Востребованный Понимаем Только Дельные Слова Если Священник Что-то Может Сказать После Богослужения Или Другие Об Евангельском Чтении То Совершенно Никто Никогда Не Говорит О том Что Читалось В Паремиях То есть Из Ветхозаветных Святых Писаний Из Апостолов Я Как-то Спрашиваю Отец Николай Ну Что Читалось На Апостоле А он Говорит Сергей Я Не Богослов Заметь Это Отвечает Священник И Ответить Тебе Не Могу Потом Я Поднимаю Каноны Церкви Где Написано Это Четверки Пяток Тульский Собор Селин Поместный Где Написано Что Священник Во время Каждого Богослужения Должен Уступать С проповедью О Святых Писаний И Понимать Его И Толковать Его Так Изъяснять Его Так Как Изъясняли Святые Отцы Вот Был Однажды Я В Маке В Мариуполе В Пятницу И Застал Богослужение Тогда Был Великий Пост Службы Шли Каждый День И Я Был В этот День В командировке Приезжал В Мариуполь Побыл Храме Подложу Христу И Спрашиваю У Батюшки Отец И По имени Назвал Его А почему С проповедью Вы не Выступали Он Говорит Проповедь Сейчас Не положено Но Я Поверил Ему Что Проповедь В будний День Вроде Как Не положено Когда Опять Так Поднимаю Каноны Церкви Где написано Положено И проповедь И все остальное Значит Нас Просто Напросто Или Сами Они Не знают Эти Каноны Скорее Всего Так Оно И Есть И Соответственно Вводят Нас Заблуждение Вот Тебе Отверг Если Я Что-то Не знаю То Спрошу Батюшки А Если Вожж Слепой И Пойдешь С этим Слепым Вождем А Куда Пойдешь В Яму Яму Не видение А забвение Вот Поэтому За то Что я Принял Хрещение Полным погружением Год тому назад Руками Одного Благочестивого Священника Который Сказал Что я В детстве Был По сведения Матери моей Она на хрещении Не была Моем Просто Или Моченым Или Облитым Но Не полным Погружением Так же Само Как и Мой Сын Старший Которого Я Водил Этот Храм Чтобы Крестить И Тоже Не знал Что Некрещеный После Оказывается Просто Моченый Тоже Никакой Катетизации Не было После Такого Пседокрещения В детстве После Такого Пседокрещения В детстве Сказать Что Я Получил Святого Духа А Ведь Мы знаем Из Нового Завета Деяния Апостолов Что Вхождение В церковь Православную Посвящение Тебе Богу Через Крещение Происходит Когда Тебе Дается Благодарить Святого Духа Деяние 2.38 Так Безбожьим Активным Безбожьим Матью Веровала И Начала Писать Письма Где Упоминало Имя Христос Слава Тебе Слава Тебе Меня Это Раздражало Раздражало Когда Человека Святого Имя Когда Он Одержим Безом Я Эти Письма Рвал Материнские Письма Рвал То есть Не было Понятия Такого Почитая Отца Мать Своего Блага Тебе Будет И Долголетен Будешь Это Одна Заповеди Божьей Все Это Мне Пришло Понимание Только Тогда Гораздо Позже Гораздо Позже Я Шел Богу Где-то Начиная С момента Крушения Коммунистического Режима Это 91 год А он Как известно Этот путь Произошел 19 августа На день Переображения Господнего Я еще Некоторое Время Даже Сопротивлялся Тому Что Авторитет Партии Был Очень Подорван Коммунистической Меня Очень Возмущало Что из Библиотек Повыносили Все произведения Ленина Маркса Тогда Как я За свои Деньги Целую Библиотеку Приобрел Вот А постепенно Пришло Осознание Всей Правды Связанной С этим Вилом Владимиром Лениным А он же Был моим Идеалом Я даже Из-за этого По окончании Школы В 1977 Году Физико-математическое Поехал Поступать В Казань С Донецка В университет На этот Факультет Уридический Ну Поступил С второй Попытки Когда По конкурсу Таки Прошел И вот Встал Я на путь Атеизма Изучал Эти Сатанинские Произведения Буквально С карандашом В руках Конспектировал Их И вот Такой Поворот Я как-то Матери Говорил Только тогда Поверю Как ты Когда Увижу Чудо Я не ожидал Что я Увижу Чудо Саним Собою Когда Будучи Этим Безбожником Воинствующим Атеистом Пропитанным До Костей Сатанинской Теории Я уверовал Но этого Мало было Уверовать Нужно было Еще и Пройти Курс Катехизации И в этом Мне помогло Изучение Святой Библии Ну как Начало Этого Курса А кто дал В руки Библию Господь Конечно дал Я купил Эту Библию И она у меня Лежала Может быть Года два А то и три А что Побудило К этому Сделать Магия Магия Которую Я видел В руках Этого Чумака В 90-х годах Там Он выступал С этими концерсовыми Показательными выступлениями Как воду Мази заряжал А Шпировского Который На расстоянии Пирации проводил Обезболивал людей Для меня это казалось Чудом каким-то Что что-то За такой Невидимый мир В котором Происходят Такие чудеса Я этому верю И взял Магию А когда взял ее Подум У меня лежит Библия Которую я не прочитал Давай сначала Библию прочитаем Потом уже займусь Этой магией Когда прочитал Библию Эту магию Сжег Ну вот так вот Господь Мое сознание Повернул На путь Посмотри Чтобы не прошли Так я не знаю Далеко Далеко Как Господь Развернул Мое сознание Дальше У меня последовала Встреча С замечательными людьми Однажды Будучи Уже на шахте Нужно-20 Номер один Я там Обслуживал Как адвокат Независимый Правосоюз Корняков Ну у меня Еще по линии Советской Партийной Было Воспитание Такого Уважения К рабочему Классу Авангарду Коммунистической Партии И когда этот Рабочий класс В лице Шахтера В 89 Году Восстал За свои права Меня это Подвигло Вблизиться С этим Рабочим Движением И будучи Тогда старшим Лейтенантом Милиции Я приходил Наш Донецкий Сточком И познакомился С ребятами С которыми Я потом В дальнейшем Создал Свою Жизнь Так вот Таким образом Связавшись С этим Рабочим Движением Я потом Перешел На адвокатскую Работу И обслуживал И как юрист Когда потребность Юристов У них была Очень большая Юристов И экономистов Но Там и тоже Не нашел Правды Нашел В православной Вере У нас В 5 километрах От города Углидара Был храм Село Оно и есть Село Никольска В котором Подвязался Гонимый От власти Коммунистов Большевиков От КГБ Ски Ахамадрид Зосима Когда я прибыл Куда Это было 5 мая День празднования 6 мая Празднования В памяти Георгия Победоносца Великомученика То Я увидел Как он молился Молился на коленях Молился искренне Я никогда не видел Искренности Такой молитвы И это Подвигло Мне В дальнейшем Приезжать В это село Буквально Каждую Субботу Воскресенье Где я как послушник Помогал по хозяйству Должен сказать Что Никаких там занятий По изучению Библии не было Но этот человек Обладал колоссальными Знаниями Ораторским талантом И имел доходчиво Во свете Библии Разъяснять все события Которые происходили В бывшем Советском Союзе В Украине Связывая Вот как делает этот Делает этот Дикон События Нынешнего времени Событиями Библейскими И заметил Что все мои вопросы Которые возникали К нему По жизни Он рассказывал Во время Проповеди Думаю Как же так Интересно Я вопросы не задаю А он на них отвечает Потом уже Я почитал Житей Святых Что действительно Некоторые люди Как бы Господь им влагал Ответы В их Уста И мы получали На них Нужную нам Информацию И однажды Никакие Вот Но это было так очевидно Для меня Что в белой одежде А она черная была Но Как вот свет Так светил Что это черная Становилась Таким Блистательно белым Я поправку сделаю На Пасху красным А вот перед Пасхой Великую субботу В белом Потом в белом Еще на Рождество И на крещение Господня В белом Ну вот таким образом И этот И этот человек Был духовным Отцом По факту Многим Нашим Прихожанам Они В написанной Книге Сохранились И некоторые Проповеди Аудиозаписи Которые Всегда Слушают С большим Наслаждением Вот Но самое После его смерти Я конечно Таких людей Больше не встречал Только лишь В лице Нашего Духовного Наставника Учителя Советника Игнатия Тихоныча Латкина Схомнитель Засима Тоже был Гонимый За веру Его переводили Руками Естественно Владыки Из одного Приходом Другой С тем Чтобы оторвать Его от паствы Которая Всегда Следовала За ним Ибо Он человек Был Незаверенно Талантливый Учился В Духовной Академии В Санкт-Петербурге На Талеринграде Вместе С нашим Патриархом Кириллом Который Знал его И который При посещении Украины Где-то В 2010 Году На день Празднования Князя Владимира Князя Празднования Крещения Руси Он в том числе И заехал В этот Свято-Васильевский Свято-Никола-Васильевский Остенский монастырь И тоже Освятил его Случай Такой вот Для Сельского монастыря Ну Скажем так Неслыханно Чтобы патриарх Московской Руси Приезжал В такой Монастырь И Оказал Честь ему Ну Честь этого Воздвигнут Там был Крест Правда После посещения Встречи Нашего Патриарха Кирилла С Папой Римским Вот В Латинской Америке Некоторые Прихожане По крайней мере Один из нашего Храма Перестал посещать Храм Потому что Там поминается Имя Патриарха И ушел В другой Храм Где-то В Луганской Области Где Ну Появилась Такая категория Священников Как Непоминающих Вот Такое Дело Приближаемся К нашу Славное Делесину Потеряевка Еще Далековато Вот А там Мы только Приближаемся К Своробку Когда Свернем И пойдем Прямо Потеряевка Ну Понятно Слава Богу Сюда Я ехал Хотел Сказать Один Эпизод Через Город Таганрог Где Подвязался Где-то Незадолго До Или после Крепостного Права Мирянин Сын Помещика То есть Он выходец Был из дворя Павел Павел После смерти Отца Место Своим Братом Получил Наследство От отца И раздал Его Ну Как оно Принято Говорить Нищим Нищим Церкви Пожертвовал А сам С ума В руках Пошел По монастырям В том числе Киево-Печорскую Лавру Как Серафим Саровский Вот И Господь Его вывел Привел В город Таганрог Где он И осел И он Проставился Тем Что Как Мерянин Вел Такой Благочестивый Образ Жизни Что К нему Потянулись Мирские Люди И они Жили Так вот В одном Домике Общиной Соблюдая Во всем Дисциплину Он Как старец Был Не Священнослужитель Вот И вот С этим Старцем Я познакомился При следующих Обстоятельствах У нас В краме В монастыре Жила Одна женщина Царство Небесное Варвара Но она От рождения Была Калекой И В годы Великой Отечественной Войны Жила в Крыму Ну и Пользуясь тем Что На нее Мало внимания Обращали Оккупировавшие Крым Немцы Она Помогала Нашим Раненым И выводила Их В безопасные Места Ну в общем Была Партизанка И однажды Ее все таки Вычислили И поставили Перед стенкой Для расстрела И вот Солдаты Которые Нацелили На ее Автоматы Своей Ружья По команде Офицера Выстрелили Но Не убили ее И не ранили И она не дрогнула И подошел К ней офицер Она рассказывает Поднял ее И поцеловал И говорит Вот таких Мы людей Уважаем Это Мужественные люди Вот она Говорит Даже враг Признал ее Такую Вот Выдержку Когда под пулями Автоматов Она не сдала Никого Не выдала Что она Партизанка Они стреляли Это в нее Или поверхность Они поверхность Поверхность Да Она Конечно В этот момент Чуть может быть Не посидела Но такой случай Был И вот Таких Бабушек Таких Стареньких Женщин Батюшка Зосима И как бы Привлекал к себе Самим собор Разумеется Набожных Ведь рядом С монастырем Рядом с храмом Василия Великого Когда еще не было Монастыря А сам этот храм Батюшка Зосима Принял полуразрушенным В старости Была Атеистка Вот Интересный такой момент И там Рядом с этим храмом Находился Дом Милосердия Где находились Престарелые люди Это было Государственное учреждение И вот это Государственное учреждение Оказалось Под Крылом Этого храма И храм Стало пикать И в конце концов На его базе Этого Дома Милосердия Возникла Богодельня И вот там И познакомился И она Мне рекомендовала Когда я буду В России Съездить К Павлу Таганрогскому И вот я Когда приехал Впервые В этот город Посетил Место Келью Где он жил А там Сейчас Находится Здесь Речество От Свято-Николаевского Храма Сюда Направо От Свято-Николаевского Храма И в этом Это Сестричество Содержится Это домик Ну как люди Как экспонат Ну и как живую легенду Об этом Небывалом человеке Он никакой Не монах Не священник Лирянин И Пошел в историю Как Человек Больших Дарований Так вот Когда я к нему Приезжаю В эту келью Я замечаю Что во время Молитвы У меня Глаза Увлажняются Что так? Скажите? Вот здесь Вот здесь Мы обходим Да Глаза Увлажняются И я Плачу Думаю На этот раз Плакать не буду Где там Слезы потоком Лились Вот С чем это связано Направо Направо Прямо Очевидно Оттаивает у меня Сердце Становится Искаменно Отнутяным Вот И Молился Это Теми Молитвами Которые Запомнил От Игнати Тихону Силатана Это Поклонная Молитва И вот Сестра Которая Слушала Эти Молитвы Она говорит Я впервые Их слышу В таком Исполнении И очень Заинтересовалась И рассказал О Селе Потеряевка Об Усповеднике Парабахстана Вере Игнатия Лапкине Вот И чувствую Что Дошло Это дает Сердце Но я также Предупредил Что на него Игнати Тихонович Еще со времен Советского Союза Что сначала По линии КГБ И Некоторых Христейских Священников Нашей Московской Патриархии Возгодилась Клевета За Ревностное Служение Богу За Борьбу За Чистоту Веры Православной Вот Поэтому Когда услышите Его имя И будет На него Какая-то Фула То Знайте Что Его Как тогда Знали Христа Фарисействующие Передозащенники Книжники И старшины Израильского Народа Завидовавшие Его популярностью Такие Нынешних Праведников Гонят Как Гнали Батюшку Зосиму Со стороны КГБ Как Некоторые Священники Завидовали Ему Заявляли Своим Прихожанам Что Не езжайте Туда Никогда В Никольское Это Какая-то Секта Николаитов Вот так Называли Этого Человека А когда Он Умер В 2012 Году То На его Похороны Сошлось Очень Много Людей В том Числе И Тогдашний Президент Украины Виктор Янукович Который Был Все Время Его Духовным Чадом И Которому Падушка Зосима Будучи В городе Янакиево Откуда Родом Сам Янукович И был он там Мэром Этого Города Получил Такое Вот Пророческое Указание Что ты будешь Губернатором Донецкого Края Что вскоре Изболосе И Благодаря Вриянию Бадушки Зосимы К нему Как Иоанну Кронштадтскому Начали Состекаться Средства От Благодетелей Ну Естественно Их называют Олигархами Которые Были Аккумулированы В строительство В селе Никольское Большого Монастыря Которые По своему Духовному Уровню Является Одним Из лучших Монастырей Там Всегда На время Вечерного Богослужения Священники Выступают С проповедью Чего нету В наших Храмах Ни Украинская Церковь Православная Ну Я бывал Из-за всех Не могу Знать Монастыри И Приходы И Воскресные Дни По примеру Батюшки Зосимы Он Выступал Время Богослужения Не меньше Двух А то и трех раз Из-за Проповедей Были Блестящими Вот такие Вот воспоминания У меня О Простещении Павла Таганровского Мирянин Немец Священного Сана Вошел В историю Православной Церкви Как праведник Ну Его Называют Еще Блаженным Счастливым Блаженный Павел Таганровский Моли Бог Грешных Аллилуйя Ну Конечно Я бы Ночью Садя с поезда По темноте Далеко Не пошел А дождался Утро Палатки Переночевал Все брат Сворачивай Нискосок Иди Налево А то мы Сейчас Уже пойдем Туда В другую сторону Видно? Да Видно Ну Капут Я тут не Свернул бы Так А тут просто До будки Дошел Вдоль Железной Дороги Через Железную Дорогу Перешел Идешь Прямо Если Ночью На 4.30 Я тут тоже могу Да Мы проводим Да Заблудиться Проводим Я так У меня были моменты Когда Я один Меня никто не встречал С поезда Были такие Раза два Я просто молился И были одни звезды Тоже так же темно было У меня фонарик еще не было Даже Молился И просил Чтобы Господь Через ангела-хранителя Меня ввел Чтобы я не заблудился Никуда не ушел Ну Слава Богу Вот так вот Доходил Раза два Нам А так частенько встречал Брат Виктор Куда приезжал сюда В прошлом году Меня Господь Вразумил Ну понятно Что я на себя На свою самость Не надеялся Главное Интересно Продуктов На 3 дня набрал 3 дня ходил Да я как раз Здесь продукты Запас исчерпал К моменту прихода Но пришел С больными коленями Чего раньше не было У меня Такие перегрузки были Дождливой погоды Грязь И тащить за собой На руку Тащу Руки у меня Тоже замерзли В конце концов Через 3 дня Почувствовал Недомогание Простыл оказывается Потом месяц Кашлял Вот так Подразумляет Да Так точно А мог бы Воврем Прийти сюда Меня спутил Один мотоциклист Приехал в красном Поехал В противоположную сторону Может Та дорога идет Может Думаю Меня Кто-то Встретить Хотел Только Тоже Бывает Хотя О дате Своего приезда Я никому Не сообщал Специально Пусть Это будет Как бы Сюрпризом Да А мы потеряли Куда делся Брат наш Может Уехал Куда-то В ту сторону Вот так Карасук Вот этот Поезд Который ходит Или Кулунда Тогда был Так что Не зря говорят И на старуху Заходится Поруха Мне сколько Это 57 лет Было А меня Как Мальчика Воспитывал Гнати Тихонович Баранты Говорит Когда Она увидела Этот Видеоролик Улыбнулась Рассмеялась Ты говоришь Баран Ну если я баран То ты У меня Баранесса Какое-то Слово Подхватил Младший сын Говорит Наша мама Баранесса Он у меня Инвалид Первой группы Он не осознает Что это Такое слово Как бы Двойного Назначения Я тут Употребляю Его в Ироническом Выражении В смысле Не как Жена Барана А как Жена Барана Вот Вот Красиво Нивы побелели Брат Господь Что говорил У нас В Ивангел Нивы наши Побелели И колос Клонится К земле Это Говорил Один Святой Муж Как бы Ниван Шанхайский Такие слова Матушки А господь Говорил Что Вышли Делатели Не хватает Делателей Нивы побелели Делателей Не хватает Молите Господин Ажат Ну ладно Слава Богу За все Аллилуйя Аминь Аминь Ну вот Мы подходим Зашли В Потеряевку Брата Сергея Игнатова Встретили Слава Богу Довели До дому Вот он Мой белый Кирпичный дом Я бы заблудился Ночью Ну да Это точно Слава Богу Господь дал Попутчиков А у меня Страхов Как можно Одному Переночевать Заснуть В палатке Ну ты Городской Житель Понятно Дело Что У тебя Опыт Был Туризма Нет У Виталия Меда Корречная Станция Духовных Поисков Ну вот Подошли Пошли В дом Пошли Железка Внизу Сейчас давай Вперед Войду Возьмешь Меру Дому Сему Смирно Прямо Слава Богу За все Слава Христу Слава Христу Ставлю Сумку Сюда Это Игнатия Тихоновича Первые Эти Ну да Вот Свитер Висит Вот Бруки Висят Вод Ну вот Спрашивал Чьи тут Вещи Я не знаю Что лишнего Убрать Надо было Все Кое что Мы могли Убрать Тоже Сторонку Вот Остолыкаемся Большой Брат Кобедит Бедит А Виталий Как раз Собрался Уезжать Завтра Смена Караула У нас Да Сейчас Сейчас Помолимся Котка Пойдите В комнату Вот Так Вот Время У нас Уже Без Пяти Час Готов Готов Сейчас Сейчас Установлю Помолимся Вместе Не замечу Как уснешь Сейчас Воскрес Воскрес Время Девять Часов Вечер Во имя Отца И Сына И Святого Аминь Аминь Боже Будь милостей Нам Грешным Создавший Нас Господи Помил Нас Безус Безусловно Согрешили Господи Прости Нас Грешных Помил Благодаря Господи Господи Иисус Христе Сын Божий Помолить Вам Пречисто Твою Матерью Всех Святых Помил Нас Аминь Слава Тебе Боже Нас Слава Тебе Царь Небесная Теших Дух Сын Везде Находящих Сво Все Наполняющих Источник Бога Податъ Жизнь Приди Всерись Нас И очисти Нас От всякой Скверла И спаси Блажные Души Наши Святый Божий Крепкий Святый Бессмертный Помил Нас Слава Тебе И Святому Духу ими, и пресно, и во веки веков. Аминь. Престая отровиться помимо нас, Господи, очисти грехи наши. Благока, прости беззаконие наше. Святой, просите и исцели дни мощи наше, ими твою ради. Господи, помимо, Господи, помимо, Господи, помимо. Слова Отцу и Святому Духу, ими, пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да бьет царство Твое, да будет воро Твое, и на земле поклонение. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам, благи наши, как и не прощают должникам наши. И не веди нас в искушение, но избавь нас от рукава, ибо Твое царство, силу и славу вовеки. Аминь. Господь, наш любящий Господь, мы благодарим Тебя за это сегодняшнее, что сохранил нас в пути, дал встретить брата нашего Сергия, Господи, слава Тебе, наш великий Господь, и Бог, наш Иисус Христос, слава Тебе. Благослови Господи Его, здесь пребывание, дай во всем проявляй здравомысля, рассудительность, дай во всем всяком поступках мудрости, так что сделать, поступить, все, что Ты, Господи, здесь будешь наставлять Его по слову Твоему, дай мне с благодарностью, расславить Тебя за все Твои чудные дела Твои. Помоги также нашему брату Виталию, предстоящему облицом Твоим, Господи, который завтра будет отъезжать, уже сегодня, и его благослови отъезд, все, что здесь он получил доброе по слову Твоему, чтобы отложилось в сердце Его, дай ему ревности духовной, в изучение Своего Твоего, вникательного, духовно бодрствовать, дай ему победы над плотью Господня. И нам помоги здесь, в которой здесь мы находимся, что мы также бодрствовали, чтобы не поддавались под стрелы в руках, у которых хочет нас областить и погубить наши бессмертные души. Защити наш Господь и Бог наш, Иисус Христос, слава Тебя. Сохрани нас, Господи, в этой ночи от пожара, от воров, от нечистой силы, от всякого до зла. И даруй, Господи, по великой Твоей милости, утром и завтра встать, и возблагодарить и пославить Тебя. Вместе со всеми Твоими святыми, Господи, в храме Твоем, раздать Тебе славу, хвалу Тебя. Единому Богу, Которому хвалать честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, Ими и Принесно, и Бабейки, и Веков. Аминь. Спокойной ночи. Аминь. Аминь. Ну все, да, пройди. Покажем наши апартаменты, в которых ты уже бывал. Так, и достаю свою постелью. Да, да. На сумке можешь туда занести. Да, да, да. Заноси прямо туда, по-моему, сейчас. Кухня у нас тут. Походим. Мы тут подготовили все, для принятия гостей, так что на любую постель. Я беру свой простиль, ее в монастырь ввожу. Которым можно подушку накрыть и укрыть. Широкий такой простиль. Вот она такая. Развернули легкая. Сидишь, видишь, какая она живая. Круто. Вот как они вместе. Ну ладно тогда. Бог помощь. На этом заканчиваю я. Тут у меня вот лепешки лежат напеченные сегодня. Сегодня лепешки пек еще, завтра угощу. Слава Богу за всем. Ну все, братья, спокойной ночи. Пошел. Отключайся тоже. Принхом. Ага. Отключайся тоже.